привет всем это видео или скажем так эту лекцию я сделал после презентации книжки план б так как мне показалось что в такой форме можно более понятно изложить некоторые важные вещи это видео для тех кто разделяет вот эту украинскую национальную идею но в силу разных обстоятельств не совсем понимают как ее реализовать мы поговорим о достаточно сложных вещах при этом постараемся сделать это как можно проще то о чем пойдет речь касается не только украины это касается любой страны разумеется со своими особенностями и так представители любой идеи сегодня от фашистов до анархистов так или иначе исходят из картины мира в которой возможно то что я называю план а что мы здесь видим трудящихся которые делегируют власть неким специальным людям в трудолюбивых шапочках эти люди это политики политики же с помощью бульдозера называемого государством приносят счастье в каждый дом это и есть картина мира плана а собственно содержание плана а у каждого может быть свое кто-то считает что все дело в выборах нужен правильный закон о выборах кто-то считает что политики должны быть патриотами и он даже знает что это такое кто-то полагает что бульдозер нужно сменить на кран и тогда счастья будет больше в общем вариантов тут множество каждый из элементов этой схемы может быть улучшен есть множество мнений по этому вопросу все эти многочисленные планы а вы видите по телевизору или читаете о них социальных сетях все эти бесчисленные разговоры на тему как нам спасти украину провести реформы и так далее и тому подобное все это и есть план а с моей точки зрения план а содержит фундаментальную ошибку ошибку в понимании государства для плана а бульдозер это инструмент сам по себе он ничего не значит это мертвый кусок железа важно умение правильно крутить штурвалы и рычаги понимать когда и где бульдозер нужно ремонтировать или может заменить другим инструментом план а исходит из того что важно только то кто сидит за рычагами и что он с ними делает от этого и зависит наше счастье я утверждаю что никакого бульдозера не существует государство не является нейтральным инструментом и понимание этого делает план а неприемлемым соответственно нам нужен план б который исходит из другой картины мира мы видим здесь общество и паразита внутри него этот паразит государство то есть это не нейтральный инструмент а скажем так система у которой есть постоянный интерес в отношении общества этот интерес состоит в паразитировании на нем что позволяет говорить о государстве как о социальном паразите здесь представлены источники это военно-налоговая теория государства таксиология людвига фон мизиса идея спонтанных порядков фридриха фон хаека школа общественного выбора в институционализме теория самопринадлежности мир и ротборта и работы историков расширения государства дальнейшем мы рассмотрим эти вопросы в силу понятных причин не вдаваясь подробности которых тут очень много и иногда сильно упрощая некоторые важные вещи последний вопрос мы рассмотрим во второй части лекции наша задача сейчас показать специфику объекта и следовательно специфику мер для борьбы с ним то есть специфику плана b итак первый вопрос что такое социальный паразит здесь нам поможет военно-налоговая теория в общем случае все взаимодействия в обществе сводятся к двум видам обмену и насильственному отъему собственности первом случае в случае добровольного обмена люди сотрудничают или обмениваются благами в этом случае богатство каждого и того что можно назвать общество в целом возрастает второй тип отношений это агрессия или более узко насильственный отъем собственности в этом случае происходит перераспределение богатства общество в целом становится беднее как видим теряется второй плюсик свободном обществе защита от агрессии легитимна если кто-то покушается на твою собственность ты можешь дать законный отпор так работают системы обычного права например ну а если кому-то удастся создать систему при которой сопротивление его агрессии будет незаконным то есть у вас будет регулярно занимать собственность и вы не сможете сопротивляться вас будут наказывать за сопротивление такая система и называется государством военно-налоговая теория государства прямо говорит об этом государство есть результат военной агрессии которая проводится с целью получения дани то есть регулярного изъятия части собственности свою пользу для Для того, чтобы это было возможно, войско агрессора должно контролировать некую территорию. Размер территории, соответственно доход агрессора, определяется способностью удержать людей на этой территории и охранять ее от других агрессоров. Разумеется, здесь есть масса подробностей. Мы говорим об общей схеме. И для нашей темы крайне важным является вот этот вывод. Государство существует для налогов. Кстати, вот показательный момент. Это цитата из Макса Вебера, автора классического определения государства, которое в разных версиях используется и сегодня. Для нас важно здесь то, что Вебер говорит о том, что не существует ничего специфически присущего только государству. Оно не делает ничего такого, через что его собственно можно определить. Все то, что мы сегодня называем государственными функциями, существовало или существует и без государства. За государством остается только монополия на насилие. Очень странный, повисающий в воздухе термин, без указания того, кому и почему она принадлежит. Более корректное, хотя и более широкое определение принадлежит Францу Оппенгеймеру. Он определяет государство как политические методы, то есть методы, основанные на организованной агрессии. Рядом существуют экономические методы. Вторые, понятно, никак не нуждаются в первых. Так вот, социальным паразитом являются люди, использующие политические методы. Система институтов, порожденных этими методами, служит для присвоения чужой собственности. Второй вопрос, как устроен паразит? Казалось бы, чего проще? Вот вам структура современного государства. Однако, не будем спешить. Зададим простой вопрос. Являются ли чиновники людьми? Казалось бы, странный вопрос. Но он вполне оправдан, так как большинство теорий государства и права не считают их людьми. Людвиг фон Мизес вернул науке понимание того, что в социальной сфере человек является единственным действующим субъектом. Все прочее есть просто условность, полезная в определенных рамках абстракция. Но интересно, что и он, говоря о государстве, рассматривал его скорее в гопсовском смысле искусственного человека, то есть организации. Если бы Мизес догадался распространить проксиологию на чиновника, то есть анализируя государство исходить из того, что чиновники тоже люди, и точно так же стремятся уменьшить свое беспокойство, мы бы, возможно, жили уже в другом мире. Позже это сделали представители школы общественного выбора в институционализме. Они задали простой вопрос, почему мы не рассматриваем деятельность государства с точки зрения спроса и предложения. Но к этому мы еще вернемся. Итак, если чиновники это люди, а не сверхсущества или абстракция, то все, что происходит с нами в обществе, это отношения между людьми. Государство, как некого однородного субъекта, не существует. Мы должны анализировать поведение людей. Теперь давайте вернемся к нашей военно-налоговой теории. В чем будет состоять интерес людей, которые будут получать дань? Правильно, в том, чтобы дани было больше, и чтобы она поступала регулярно. Эти люди будут предпринимать для этого разные усилия. Начнется процесс эволюции, практик организованного присвоения чужой собственности. Здесь нужно сказать, что в мире было очень много государств. Об этом пишет, например, американский антрополог Джеймс Скотт. Большинство из них существовало одно-два поколения, после чего распадалось, так как люди либо уходили от государства, либо свергали агрессоров, либо сами эти агрессоры не могли поделить наследство. И это государство исчезало. Выживали только те, которые находили способ удержать подданных. То есть, происходила эволюция государства. Содержание этой эволюции довольно очевидно. Она не везде проходила одинаково. Начиналось, останавливалось, государства разваливались, приходилось начинать все сначала. Но начальные этапы одинаковые и всегда одни и те же. Понятно, например, что для того, чтобы узаконить присвоение собственности, нужно, чтобы только вы были источником закона. То есть, теперь вам можно то, чего другим нельзя. Вот статья 187 Уголовного кодекса Украины. Она описывает налогообложение, то есть нападение с целью завладеть чужим имуществом под угрозой применения насилия. Ведь если вы не платите налоги, вас накажут. По этой статье не садят налоговых инспекторов, потому что им разрешено заниматься разбоем. Ну а вам нет. Следующий логичный шаг – это присвоить суды. Ну и последний шаг – присвоить охрану порядка и разоружить население, чтобы оно не смогло сбросить вас силой. Это первые и главные эволюционные шаги, без них государству будет трудно выжить. Именно по этой причине суд, законодательство и охрана порядка являются старейшими монополиями государства. Многие даже считают их специфически государственными образованиями, хотя они существовали задолго до государств, существуют сейчас без государств и не нуждаются в государстве. В дальнейшем государство расширялось на все больше и больше социальных функций. Нам сейчас важно понять, что все, что делает государство, существует для налогов. То есть дело обстоит не так, как вам говорят в школе, что налоги нужны якобы для государственных функций, а дело обстоит прямо наоборот. Государственные функции создаются для налогообложения. То есть люди, получающие доход от налогов, стремятся расширить области налогообложения. Думаю, понятно, что говоря о современном государстве, я имею в виду налогообложения в широком смысле. То есть это собственные налоги, тарифы, акцизы, плату за, так сказать, услуги, лицензии, конечно же, инфляцию и прочие махинации с монопольными деньгами. Об эволюции государства мы еще поговорим. Теперь давайте сделаем следующий шаг. Кто создает расширение государства? Это очень важный момент, поскольку люди, привыкшие считать государство набором организаций, воспринимают критику государства как критику этих организаций и людей, их составляющих. Когда либертарианцы говорят о расширении государства, эти люди смотрят на чиновников и видят милых трудолюбивых людей, озабоченных благом народа. Они не видят в них опасности, а либертарианцев считают сторонниками теории заговоров. Ведь понятно, что там, где чиновники плохие, их просто надо заменить на хороших. К сожалению, либертарианцы тоже не додумывают этот момент, а он, повторю, крайне важен. О чем говорит здесь Хайек? Он говорит о том, что люди отбирают практики, которые приводят к результату. Они могут видеть лишь действия других людей. Им неизвестны их мысли и намерения. И в принципе для социального порядка они не важны. То, что называется институтами, создается действиями людей и реакцией других людей на эти действия. Мы говорили о том, что в обществе есть два типа отношений. Отношение обмена и сотрудничества и отношение грабежа. Деятельность людей по схеме сотрудничества составляет львиную долю всех взаимодействий в обществе. Вокруг нее создаются институты. Деятельность с грабежом в свободном обществе маргинальна. Она не порождает устойчивых институтов, разве что обычное право внутри криминального сообщества. Но вот государство делает такую деятельность регулярной и законной. Соответственно вокруг нее образуются довольно устойчивые институты. Разумеется я сейчас упрощаю для аналитических целей. В жизни понятное дело все куда сложнее. Но нам важно здесь то, что институты возникают, а не создаются. В том числе и государственные институты. То есть нынешние государства ни в коей мере не являются продуктом намерений. Если вы поймете этот вывод, то поймете почему невозможно реформировать государство так, как вам хочется. Даже в тех случаях, когда люди создавали государство, вроде случая Израиля, получается не то, что они задумывали. А то, что получилось, начинает эволюционировать и жить своей жизнью. Деятельность по регулярному отъему собственности в некотором смысле похожа на деятельность по ее созданию. У нее тоже есть непредвиденные последствия, которые наступают вне зависимости от того, планировали ли их участники событий. Предпринимателям совсем не нужно любить своих потребителей. Им достаточно стремиться к прибыли. Поскольку они находятся в системе, основанной на обмене и сотрудничестве, их усилия приводят к удовлетворению потребителей и росту богатства. Политики и чиновники могут совершенно искренне полагать, что они работают на благо общества. Но поскольку они действуют в системе по изъятию собственности, их деятельность всегда приносит вред. Фактически, как и в остальных областях человеческой деятельности, здесь образуются спонтанные порядки. Здесь показан пример такого порядка. У языка нет какого-то одного владельца. Вам не нужно знать правила, чтобы использовать язык. Каждый может менять язык. Изменения будут приняты, если они подойдут остальным носителям языка. Язык это большой, заметный и устойчивый спонтанный порядок. Но мы являемся участниками массы спонтанных порядков, а многих из которых мы даже не подозреваем. Это верно и в отношении спонтанных порядков, образующихся вокруг процесса регулярного принудительного изъятия собственности. То есть государство следует рассматривать как рынок, или точнее, как рынки. И действительно, процесс расширения государства не похож на сознательно управляемый процесс. Он больше похож на процесс рыночный. Это хорошо видно в работах историков. Например, захват государством денежной системы занял примерно 200 лет. Сейчас эта система выглядит как некое дьявольское изобретение. Но возникла она в ходе постепенного процесса, участники которого преследовали свои маленькие локальные цели. Но они создали в итоге монстра современной фиатной системы. Итак, подведем итоги. Государство никоим образом не является статическим набором организаций, которые изменяются осознанными политическими решениями. Никто не рассматривает экономику как взаимодействие только организаций, существующих на рынке. То есть бирж, банков, магазинов. Точно так же и деятельность по регулярному отъему собственности не сводится к деятельности организаций, с которыми мы традиционно отождествляем государство. Правильная схема даже на уровне организации выглядела бы так. То есть есть некий центр в виде репрессивных органов, от которых уже почкуются другие органы, количество которых зависит от фантазии и способности государства, а также от способности жителей к сопротивлению. Для реального анализа государство необходимо анализировать как рынки. Такой теории государства пока нет. Низконин с одной стороны и Кардонский с другой делали анализ бюрократии как рынков. Необходимо все это объединить с проксиологией и спонтанными порядками. Так, отвечая на вопрос о том, как устроен паразит, мы можем сказать, что это набор спонтанных порядков, возникающих вокруг законного отъема собственности как вида деятельности. У них нет управляющего центра, они эволюционируют подобно рынкам, в них возникают, изменяются, исчезают институты, которые мы видим. И, кстати, отсюда следует очередной вопрос всем нашим строителям плана А. Почему вы решили, что это государство неправильное? Относительно его, а не относительно ваших целей, оно очень правильное. Данная конфигурация в данный момент времени для данных условий обеспечивает наибольший доход и безопасность паразита. В нашей стране это такая конфигурация, в других странах другая. Каждая своя. Главное что? Главное, чтобы налоги поступали регулярно. Третий вопрос, как паразит защищается от хозяина. Мы говорили о том, что государств в истории человечества было множество, и подавляющее большинство их исчезло за одного поколения. Причина проста, если люди могли уйти с оккупированной территории, они уходили. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что устойчивые государства появлялись прежде всего там, где некуда было уйти. Но это уже подробности. Вернемся к эволюции. Мы говорили о том, что для выживания государству нужно присвоить правовую систему. Но этого мало. Больше шансов для дальнейшего выживания будет у того государства, которое не просто ограничится тем, что сделает дань законной, но и постарается, чтобы правовая система не прекращала работать для защиты некоторых интересов покоренных. То есть таким образом создается спрос на государство у его жертв, и таким образом паразит защищается от хозяина. Понятно, что все это происходит неосознанно. Короли и вельможи просто преследуют свои цели, а лучший результат получается как непредвиденное последствие их действий. Вернемся еще раз к этому слайду. Государство не просто захватывает рынки ради роста дани, оно создает спрос на себя. Со временем люди вообще начинают думать, что это исконные государственные функции. Рассмотрим более подробно, как устроена и как работает защита паразита от хозяина. Итак, первый прием – замаскировать дань. Я думаю, что многие заметили, что в мире нет такой страны, где был бы один единственный налог. Если бы логика теории общественных благ была бы верна, то так бы действовали бы все страны. Это было бы обычным решением. Есть некие блага, которые производит государство, а есть налог, который платится за эти блага. Однако таких стран нет. Везде существует множество разных налогов. Это тоже находка эволюции. Люди меньше переживают, когда не могут точно сказать, сколько они платят государству. Есть страны, где люди вообще не представляют даже приблизительно, сколько они платят правительству. Отсюда уже недалеко до следующего заблуждения. Государство предоставляет свои услуги бесплатно. Суд, полиция и прочие радости считаются бесплатными, что тоже порождает спрос на государство. Следующий прием – разделяй и властвуй. Этими словами описываются два разных метода. Первый – это, собственно, политический, в духе Макеавелли. А второй, о котором я хочу рассказать – это следствие деятельности государства, эволюционная находка, непредвиденные последствия, о которых мы говорили. Приведу пример. Это бич западных стран. Минимальная заработная плата. Она означает, что за труд, который стоит 1, 2 или 3 доллара в час, предприниматель должен платить 6 долларов. Понятно, что мало кто будет это делать. Возникают два последствия. Первое – безработица. Второе – удовлетворение спроса на низкооплачиваемый труд со стороны тех, кого государство не видит, то есть нелегальных мигрантов. И так у нас появились сразу несколько противоборствующих групп и конфликтов между ними. Нелегалы против местных, безработные против работающих, наемные работники против предпринимателей. Здесь, кстати, отчетливо видно, как работает невидимая рука антирынка. Безработица и нелегалы являются непреднамеренными последствиями действий тех, кто вводил минимальную заработную плату. Они также являются новыми возможностями для новых бюджетов и роста для системы в целом, которыми воспользуются бюрократические предприниматели. Соответственно, эти группы предъявляют спрос на государство, в надежде, что оно встанет на их сторону. В итоге все общество оказывается поделенным на множество рождущих групп, каждая из которых предъявляет спрос на государство. Эти группы часто являются также группами прямой поддержки налогообложения. Например, пенсионеры являются традиционно сильным лобби. Так называемый безусловный основной доход является примером создания такой группы. Если говорить о системе в целом, то есть понимать логику спонтанных порядков, возникающих вокруг налогообложения, то задача безусловного основного дохода сделать всех пенсионерами. Как только вы начнете раздавать по тысяче баксов, вы получите коалицию в поддержку налогов. Отменить это решение будет очень и очень трудно. Кстати, многих волнует вопрос, почему государство часто поддерживает меньшинство. Для того, чтобы контролировать большинство. Культурный марксизм – это тоже порожденная антирынком идеология, результат эволюции государства, которая позволяет невиновным людям чувствовать себя виновными и делает их более управляемыми. Следующий прием – замаскировать выгодополучателя. С 17 по конец 18 века государство очень быстро эволюционировало. Показательно, что эта эволюция случилась в развитых и богатых странах, с развитым обществом. То есть именно развитие общественных отношений стало ее причиной. Государству нужно было приспособиться к быстрому росту общества. Суть этой эволюции, которая приняла самую яркую революционную форму во Франции, состояла в том, чтобы замаскировать выгодополучателя. До этого времени ни у кого не было сомнений в том, что налоги собираются в пользу правящего класса. Тем более, что сам этот класс налогов не платил. Бюрократическая революция заменила конкретную аристократию на расплывчатую бюрократию. Державу, в которой король был своего рода собственником и гарантом, заменила искусственным человеком Гоббса. При этом бюрократия изначально считается лишь слугами этого искусственного человека, которые называются народом или нацией. Эта метаморфоза позволила в середине XIX века начать резкое расширение государства, прежде всего на социальное страхование, денежную сферу, образование, создать государственные пенсии и медицину. За это время государство в развитых странах выросло невероятно. Заметим, что эволюция государства, в отличие от эволюции рынка, часто принимает довольно-таки кровавые формы. Но это все равно форма эволюции системы. Люди, участвующие во всем этом, преследуют свои цели. Но поскольку государство видит своим главным инструментом достижения целей, выигрывает только оно. Как мы помним, институты формируются вокруг деятельности людей. Если вы используете государство, то невидимая рука будет расширять, усиливать государство, как мы это видели в примере с минимальной зарплатой. Тот факт, что люди убивают друг друга в ходе этого процесса в промышленных масштабах, ничего не меняет в его сути. Убив аристократов, но сохранив всю машину под давлением грабежа, революционеры создают более совершенное государство. Совершенное в каком смысле? Да вот в этом. Продолжим. Итак, эволюция заменила явного выгодополучателя, короля, на неявную бюрократию. Но если она будет статичной, то тоже будет явной. Поэтому бюрократия стала выборной. И это следующий прием защиты паразита. В реальности избирается пару процентов от всех этих бюрократов. Но публику пока что это обманывает. Она верит, что избирает власть. И следующий трюк, позволяющий скрыть выгодополучателя, состоит в том, чтобы распространить налогообложение на всех. И всем что-то давать от налогообложения. Чиновник, платящий налоги – это нонсенс. Но у нас уже и пенсионеры, платящие налоги, не считаются нонсенсом. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это не заговор. Это работа самоорганизующейся системы, которая приспосабливается к изменениям. Выживают те практики, которые позволяют сделать это лучше. Совсем не обязательно, чтобы все чиновники жировали и занимались имитацией работы. Задача системы в целом, если можно так сказать, в том, чтобы сохранялось и приумножалось налогообложение. В разных странах, в разные эпохи, эта система проявлялась по-разному, со своими особенностями. Где-то, как у нас, бесстыдно жируют, а где-то ездят на работу на велосипеде. Но суть всегда и везде остается той же. Государство всегда расширяется. Следующий трюк состоит в том, чтобы жертвы сами приводили систему в действие. Достигается это с помощью выборов и того, что называются институтами демократии в целом. Это очень большая тема, я остановлюсь только на одном приеме. Этот прием я называю морковкой. Состоит он вот в чем. Власть при демократии никогда не бывает полностью у одной группы. На этом слайде показаны партии, которые по очереди приходят к власти и добавляют государственным расходам свои программы. Когда партия приходит к власти, она успевает добавить что-то свое и иногда убрать что-то от предшественников. Но заметьте, что правая часть на этом слайде всегда растет. Количество проектов, а значит и расходов, увеличивается. Морковка состоит в том, что для сторонников тех или иных взглядов государственная власть всегда выглядит как сборище негодяев, предателей или идиотов. Причина. Государство всегда содержит в себе проекты нескольких идеологий одновременно. Чем более отвратительно выглядит власть, тем больше стимулов идти на выборы и тем самым вращать механизмы этой машины. Украина является прекрасной иллюстрацией этого приема. Интересно, что когда какой-то партии удается все-таки установить свою монопольную, так сказать, идеологическую власть, то эволюция идет по тупиковому пути. Этот тупиковый путь – тоталитаризм. Это когда устанавливается один набор проектов, а все остальные запрещаются. Это значительно убыстряет крах системы. В целом ситуация напоминает белку в колесе. Люди, недовольные властью, стремятся на выборы, чем и приводят машину в действие. Для самой машины не имеет никакого значения, какая партия власти, что она делает. Главное, чтобы налоги исправно капали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok